Вы смотрите отзыв об отеле Олимпик. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам Вишенка Аннушка, который был в нем в 2013 году. В путешествия собрались спонтанно. Увидели 58 рублей на двоих на 13 дней, купили путевку и полетели. Отдыхали с 15 по 28 января. Первый раз я столкнулась у Пегаса с воровством ночи. Ни один туроператор не засчитывает ночь перелета в отдых. А тут оказалось, что все включено, и если вычесть день приезда и день отъезда, то вместо 13 дней мы получили 11. Итак, Оренбургские авиалинии. Вылет без опозданий, претензий к самолету и экипажу нет. А вот кормили из Москвы, ну а очень мало. Правда мало. В мясе с картошкой мяса обнаружено не было. Изничанка еда была с символикой вьетнамских авиалиний, видимо в аэропорту готовят на всех, к еде претензий нет. Телевизоров в самолете тоже не было. Итог, Оренбургами летать вполне комфортно со своим айпадом и бутербродами. Прилетели в Камрань. Аэропорт маленький, из пассажиров только мы. Дьютика нет. Потолкались минут 30 на паспортном контроле, ура, вот он, он, Вьетнам. Количество везенного алкоголя у нас никто не проверял. От аэропорта до отеля 35 километров или около часа езды. Отель располагается на второй линии. До моря 5 минут неспешным шагом. Нам Олимпик в целом понравился. Как и все отели в городе, он без территории. Бассейн и бар на 7 этажа. Плавать можно круглосуточно. Но в середине нашего отдыха он зацвел и прозрачной воды мы больше не увидели. В январе ночью в Ничанге не жарко, так что по поводу грязного бассейна мы переживали не сильно. Мы покупали путевку без определенного номера, предварительно прочли, что все номера в Олимпике выходят на улицу. Однако окно нашего номера выходило в коридор и было еле прикрыто шторкой. Становится добровольными участниками шоу «За стеклом» мы не захотели. После недолгих переговоров Нера Цершине нас бесплатно пересели в обычный стандартный номер. Претензий к нему не было. Холодильник холодил, душ работал, туалет смывал, кондиционер дул. Завтрак очень разнообразный, но очень вьетнамский. С 6 до 830. С учетом того, что разница во времени с Москвой 3 часа, то приходилось на него вставать в 4 утра. Поэтому на него мы ходили не каждый день. Дают ветчину, вкусное, суп, вьетнамские жареные при бамбахе, фруктов мало. Чай совсем невкусный, кофе мне тоже не понравился. Но мы по этому поводу не переживали, в 4 утра есть неохота. Пляжные полотенца дают за 15 рублей на Ред Цейпшине. И еще про полотенца. При выезде с нас хотели содрать 300 рублей, за то, что мы испачкали полотенце, и оно не отстиралось. Мы повозмущались, не сильно, и в вьетнамце с нас деньги брать не стали. Курс обмена валюты в отеле низкий. Если пройти от отеля направо, то на перекрестке ювелирный магазин. Там самый выгодный курс 2 миллиона 85 донгов. В аэропорту и в банках 2,2,80. Мелочь, а приятно. Рядом с отелем рынок Чадам, соседство с ним нам не мешало, ни тараканы, ни крысы в гости к нам не приходили. Фрукты, сувениры, чай, кальмары, сладости и летние пляжные вещи мы покупали там. На фрукты не торгуются, ориентир 40-60 донгов. На тряпке торгуются хорошо, в крытом рынке лучше, чем на улице, а на втором этаже лучше, чем на первом. Поддельная лакоста, сарафаны, футболки, 100 донгов. Цены во Вьетнаме вообще приятно удивляют. Пиво 12-20 донгов, 18-30 рублей. Средний чек в ресторане, приличном, на двоих 200-300 донгов. Местные едят прямо на улицах на маленьких стульчиках. Что-то непонятное, мы не рискнули. Ели лао, национальная еда, варишь себе сам, очень вкусно. Лобстеров ели на пляже по 200 донгов. Свежее и очень вкусно. В центре остановились в кафе, рядом с большими вазами там и устрицы, и лобстеры были заморожеными и несвежими. Нереспект к пляж. Городской пляж нам понравился. Когда приехали, были сильные волны. Вообще круто, а потом, море успокоилось, стало не так весело, зато плавать можно. Но я за волны. Зонтиков на пляже не было, но и на полотенце тоже было очень хорошо. Море чистое, пляж убирают. Я знаю, что меня распнут туристы, но мы не ездили в Далат. Решили, что 8 часов по серпантину это очень тяжело. Может быть мы и не правы, но это наш выбор. Мы ездили на Винперу, про него написано много, все правда. Один день провели на грязи в Тхабба, старое, сами ездили на такси. 80 донгов в одну сторону. Входной билет 120 донгов. Все круто. Мне понравились бассейны с горячей и холодной минералкой. Не хватало чана с молоком, но вместо него был водопад и джакузи. На Чамские башни и к лежачему буде ездили тоже сами, для неленивых можно и пешком дойти. Ездили на Южные острова за 8 долларов. Такие цены надо искать по второй улице ближе к центру. Около отеля эту экскурсию продают за 30 долларов. 8 долларов она и стоит. Катают на кораблике по морю туда-сюда. Остановили в национальном парке поплавать с маской. Рыбы есть, но это не Египет. Мы с Хачонг, красивое место для фотографий с красивой легендой. На заклет или доклет. Мы ездили на арендованной машине. Он находится в 50 километрах от Ничанга. Мы заказывали минивен в турагентстве Discovery. Вы будете его проходить по дороге на пляж, за миллион донгов. Если поедете на такси по счетчику, то миллион получится только в один конец. Вход платный, лежаки платные, море спокойное, песок белый. Мы остались довольны. Раздоровье. Мы привезли мазь белый тигр, 18 донгов. И мазь из яда кобры, 220 донгов, 10 тюбиков. Мой папенька попробовал на своей больной спине тигра и сказал, что мало привезла. Два раза намазал и спина как новенькая. Советую. Во Вьетнаме нам понравилось больше, чем на Бали и Тайо. Хочется еще раз приехать сюда самостоятельно и проехать от Сайгана до Ханое. Но это совсем другой бюджет и совсем другая история. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин